Я ничего не могу с собой поделать, но когда я их вижу, у меня внутри возникает нехорошее предчувствие. Ах, Адди, мой дорогой, ты уже следишь за ними? Я не понимаю, почему ты так волнуешься. Я тоже этого не знаю, Уру. Мы должны быть счастливы, что оба наших сына нашли кого-то. Оба? Ты имеешь в виду, что Муфаса и Сараби пара? Уру, ты правда слишком слеп, чтобы увидеть это? Она станет нашей следующей королевой. Конечно, ты права, Уру. Ха-ха-ха-ха, подожди меня, Муфи. А, новые любовники. Великий Муфаса и его будущая королева. Бла-бла-бла. Что ж, в любом случае у меня есть вариант получше. Зира, прекрати это, я не в том настроении. Ах, ты сводишь меня с ума. Я постараюсь поймать немного еды. Удачи. Удачи? Мне не нужна никакая удача. Ха? Жеребята? Кажется, теперь у всех есть потомки. Кроме меня. Какая жалость. Пара без детеныша. Конечно, Муфаса и Сараби стоят в стороне от подобных проблем. Они все равно получают достаточную репутацию, будучи будущим королем и королевой. Но ни один лев не примет меня полностью. Если я не смогу родить здоровых детенышей, они начнут смеяться надо мной. Доброе утро, Зира. В чем дело? Ты выглядишь такой серьезной. Тьфу, я в порядке. Какие-нибудь проблемы с моим сыном? Ну, просто я боюсь, что у меня никогда не будет детенышей. О, Зира, ты еще так молода. У тебя есть все время мира. Ты узнаешь, когда это случится. К чему такая спешка? Ты живешь в безопасном прайде. Нет никакого соревнования, кто первым получит потомков. К каждому новорожденному и их родителям будут относиться как к равным. Я знаю, что так еще предстоит научиться этому, Зира. Относиться как к равным не до тех пор, пока он правит. К сожалению, Шрам тоже так не думает. После несчастного случая он одержим попыткой превзойти Муфасу. Идем, моя дорогая, пойдем к водопою. Что должна сделать львица, чтобы привлечь твое внимание, Шрам? Разве ты недостаточно насмотрелся на них сегодня? Я бы прыгала от радости, если бы ты проводил со мной половину своего времени, Шрам. Зира, Зира, не злись. Думаю, ты хотела бы немного поиграть. Поиграть? Не слишком ли мы стары для этого? Не для такого рода. Посмотри на эту сладкую парочку. Здравствуй, дорогой брат. Я не помешал? Шрам, чего ты хочешь? Ну, брат, мне не нужна причина, чтобы увидеть тебя, не так ли? Мы с Зирой просто хотели провести время с моим великолепным братом и его прекрасной супругой. В конце концов, вы наше будущее король и королева. Ну-ну. Так что давай, брат, позволь мне заключить тебя в свои объятия. Ай! О, младший брат, ты никогда не изменишься. Ты должен знать, что я намного сильнее тебя. Надеюсь, что теперь ты усвоил свой урок. Ты хоть представляешь, как это больно, Шрам? Шрам, драться не уходило в мои намерения. Но ты всегда хочешь выставить меня дураком. О, боже, перестаньте вести себя, как детеныши. Ты просто завидуешь, что всегда проигрываешь мне, Шрам. Шрам, будь осторожен. Водопой. Дорогой, все в порядке? Ха-ха-ха. О, брат, если бы ты мог видеть свое лицо. Р-р-р-р. Перестань смеяться над моим супругом. Ох, тебе повезло, что твоя супруга такая сильная, Шрам. Может, она способна научить тебя? Заткнись. Шрам, дорогой, подожди меня. О, бедняжка мой, не злись, это просто вода. А, заткнись и оставь меня в покое, Зира. Это не моя вина, что ты упал в водопой. Не вымещай на мне свое дурное настроение, шрам. Но, Зира, я не это имела в виду. Но сейчас я бы предпочла побыть один, хотя бы на мгновение. Но могу ли я что-нибудь сделать? Иногда я ненавижу свою жизнь, Зира. У меня ничего не получается как надо. Мы оба молоды, но у нас уже есть свои шрамы. О, Боже, он так расстроен. Хотела бы я ему помочь, глупая Муфаса и Сараби. Это все их вина. Шрам, это ты! Боже, ты вырос! Ага, такие вещи случаются. О, я так волновалась после того, как услышала от вам несчастном случае в ущелье. Я уже думала, что ты мертв. Как видишь, это не так. Но что ты здесь делаешь, Фрея? Мы больше не имеем ничего общего друг с другом. О, мой маленький лев, как ты мог такое сказать? В конце концов, я воспитала тебя как собственного сына. Ты сделала что? Ну же, Шрам, мы же друзья. Мы как одна семья. Так же Шэнзи и ее братья всегда спрашивают о тебе. В конце концов, ты наш маленький принц. О, мои трещинка, буду так рада услышать, что с тобой все в порядке. Эм, ты принимал ванну? Или почему ты такой мокрый? Нет, мой брат бросил меня в водопой. О, старая история. Похоже, у тебя все еще есть свои трудности с другими львами. Я почти уверен, что это изменится, когда Зира родит мне детеныша. Потомки – это всегда хороший способ повысить престиж в прайде. Детеныш, ты… это нелепо. Следи за своим ртом, Фрея. О, Шрам, не будь таким суровым. Я просто беспокоюсь о тебе. Посмотри, как твой брат относится к тебе. Как ты думаешь, это изменится, когда он станет королем? Интересно, что все это время делает Шрам? Мой бедняжка, жизнь была бы намного проще без его глупого брата. Ох, я начинаю нервничать, когда только слышу его имя. Муфаса, Муфаса, Муфаса. Тьфу. Ай, мой живот. Может ли быть? Что там кто-то двигается? Ах, вот и ты, Шрам. Я искала тебя повсюду. У меня есть для тебя прекрасные новости. Угадай, что? Ты поймала что-нибудь поесть? Нет, маленький дурачок. Я больше не буду охотиться. Ты когда-нибудь туда ходила? Ты странный. Как будущая мать должна быть осторожна? Как что? Теперь ты счастлив, любовь моя? Да, конечно, Зира. О, Така, это действительно замечательные новости. Ах, хадди. Ах, раз бы ты не хочешь поздравить своего сына. Что ж, моя дорогая. Конечно, я рад за Таку, но ты же знаешь правила. Ах, хадди, я не могу в это поверить. Я могу. Наш сын становится отцом, а ты только и думаешь о дурацких правилах. Уру, ты меня неправильно поняла. Так, а пожалуйста, оставь нас на минутку одних. Уру, ты меня неправильно поняла. Как отец я горжусь им, но как король я беспокоюсь. Ты знаешь, что Муфаса как старший брат и будущий король также должен быть первым среди потомков. Будущий король или королева всегда должны быть самыми старшими детенышами в прайде, чтобы избежать соперничества. Почему ты не можешь забыть эти глупые старые правила о Хаде? Из-за того, что мы не заботились о старых правилах, Уру, так, а чуть не умер. Подумай о Рику. Когда он родился, мы тоже никогда не верили, что он будет представлять опасность. Подумай о семье Зиры. Эти глупые правила имеют смысл. Но Така наш сын. Ты должен доверять ему. Но если честно, я больше боюсь Зиры. Но я все равно ничего не могу сделать, Уру. Я просто надеюсь, что наш сын усвоил уроки прошлого и будет правильно учить своего детеныша. Така очень гордый лев, как и Зира. И поэтому их детеныш таким будет. Знаю, на первый взгляд кажется, что он мне безразличен. Но в конце концов, я беспокоюсь о нем больше, чем кто-либо другой. Эй, Шрам, как дела? Что вы здесь делаете, если кто-нибудь увидит вас? Да, но прошло много времени с тех пор, как ты навещал нас. Другие львы все равно на охоте. Я вижу, вы не так заняты, как они. О, должно быть здорово быть членом королевской семьи. Просто валяйся без дела, ничего не делая, в то время как другие работают на тебя. Ну, до тех пор, пока тебе не нужно будет что-то сделать. И не останется друзей на помощь, Шэнзи. Что-то ты имеешь в виду нападение на целый брат мятских разъяренных львиц, Шрам. Ну же, Шрам, забудь старые истории, кого волнует прошлое. Да, и что насчет твоей супруги? Становится ли она хорошим охотником? О, ну, по крайней мере, она становится толстой. Пссс, заткнись, бонзай. Но Шэнзи, посмотри на ее живот. Она действительно стала... О, понял. Одно неверное слово, и это будет твоим последним. Я лучше промолчу. Шрам, не мог бы ты, пожалуйста, сказать своим друзьям, что мне очень нужен отдых? Но Шрам обещал, что ты будешь охотиться для нас. Ты обещал, что... Это было давным-давно. Интересно, почему она ему нравится? Она грубая, ленивая, капризная. И что ж, она скупая львица. По крайней мере, это рад, что Шрам подарил нам этот тощий хвост антилопы гну. Надеюсь, в следующий раз будет больше. Да, три штуки. Ты идиот, бонзай. Наконец-то мы прибыли. Посмотри на эти великолепные пейзажи. Здесь я родилась. Это моя родина, земли Прайда. Разве здесь не чудесно? Это так, моя дорогая Сарафина. Я только надеюсь, что мне здесь рады, Зазу. Не волнуйся. Я почти уверен, что они будут очень рады тебя увидеть снова. Надеюсь, ты прав. Нет другого места, где я хотела бы вырастить своего будущего детёныша. В конце концов, разве ты не говорила, что королева Уру сказала тебе, что тебя всегда рады? Конечно, ты прав, Зазу. Я не могу дождаться, когда увижу их снова. Шрам, это ты! Ты так сильно вырос! Почему мне нужно слышать этот бессмысленный комментарий снова и снова? Кто ты? Ты что, не узнаёшь меня? Это я, Сарафина. Что ты здесь делаешь? Как видишь, я хочу вернуться домой, Шрам. Ясно. Что ж, надеюсь, ты простишь моё поведение по отношению к тебе в прошлом, Шрам. Знаешь, я хочу начать всё сначала. А, Сарафина, конечно, он простит тебя. Настоящий королевский лев, полон добра. Я прав? Э-э-э, лев и курица. Тебе действительно нужно начать всё сначала, Сарафина. Я думаю, мне не нужно выслушивать это от льва, который играл с гиенами, сэр. Это Зазу. Он мой хороший друг. И он будет говорить за меня и моего будущего детёныша, чтобы я снова смогла присоединиться к прайду. Я боюсь реакции Охади. В конце концов, он не знает отца моего детёныша. О, как жаль, что это противоречит правилу моего отца, Сарафина. Разве вы не в состоянии ей помочь? Вы его сын. На самом деле я знаю, супруга Сарафины. Но в конце концов, я тоже чужой для короля Охади. Но вы? Я так не думаю. Может быть, вам двоим стоит подождать, пока мой брат не станет королём. Он, безусловно, оценит ничтожество львов в землях прайда. Но в конце концов, это не моя проблема. Так что удачи, Сарафина. Тебе она понадобится. Не волнуйся, Сарафина. Я уверен, что король Охади не заставит тебя снова уйти после того, как я поговорю с ним. Ты знаешь, что я очень хороший оратор. Да, Заза, ты такой. Но ты знаешь, мою мать изгнали по веским причинам. Но ты определённо не похожа на свою мать, моя дорогая. Скорее я не должна вышвырнуть этот грубый мешок, чем тебя. Он, вероятно, никогда не слышал о вежливости. Хе-хе-хе-хе. Нет, конечно, нет. Я не могу поверить, что Сарафина возвращается. Надеюсь, мои родители позволят ей остаться. Конечно, позволят. Она была нашей лучшей подругой. Радословно, её детёныша не будет представлять опасности для вашего прайда. Если бы вы тоже знали отца, вы бы немедленно согласились со мной. И из-за этого моё высочество я полностью ручаю за неё. И, конечно же, за её будущего детёныша. Посмотрите на неё, сэр. Она совершенно королевская для вашего прайда. Похожа ли она на опасность? Ну, нет, не похожа. Но если бы всё было так просто, нам не нужны были бы правила. В таком случае они вам действительно не понадобятся. «Овещаю! Я присмотрю за её детёнышем, если пожелаете. Я могу следить за всеми. Две головы лучше, чем одна. Я прав». Это превосходная идея. Не так ли, мой дорогой Ахади? В ближайшее будущем будет много детёнышей. Нам нужен кто-то, кто будет присматривать за ними во время охоты. Я права, Ахади? Уру! Хорошо, ты, безусловно, права, Уру. По крайней мере, мы могли бы попытаться. С возвращением, Сарафина. Теперь, Сарафина, ты должна рассказать нам всё, что я тебе говорил, Зира. Конечно, старому другу моего брата разрешено остаться здесь. Хотя это противоречит собственному правилу моего отца. Почему Ахади так с нами обращается? Я не могу его выносить. В конце концов, мы станем последними по рангу. О чём ты только думал? Внезапно нет никаких проблем включить незнакомого детёныша в наш прайд. Так, а? Это потому, что Сарафина друг Муфасы, верно? Тогда не имеет значения, что её семья напала на твоего второго неважного сына. Следи за своими словами, Така. Это не так. Я говорю с тобой так, как хочу. О боже, что там происходит? У тебя нет никакого уважения, Така. Вот из-за чего все твои проблемы? С чего бы? Ты тоже никогда не уважал меня. Сначала каждый должен научиться повиноваться, если он хочет заслужить уважение, Така. Почему бы тебе просто не сказать, что я должен быть больше похож на Муфасу? В конце концов, он твой любимый сын. Така, о чём ты говоришь? Прекратите сейчас же! Така, это было моё решение. Снова включить Сарафину в прайд. Ты! Я всегда думал, что ты на моей стороне, мама. Ты дурак, Така. Все на твоей стороне. Мы одна семья. Ни у твоего отца, ни у меня нет любимого сына. Но ты должен признать, Така, что тебе всегда было трудно следовать нашим правилам. Правила всегда против меня, мама. Я разочарован тем, что вы слишком слепы, чтобы распознать это. Така, правила одинаковы для всех. За исключением Сарафины. Я прав? Така, позволь мне объяснить. Меня больше зовут не Така. Така, это имя, которое я дала тебе при рождении. Ты всегда будешь моим Такой. Сэр, если мне будет позволено что-то сказать, это я поручился за Сарафину. И вы действительно могли бы проявлять к своим родителям больше уважения. Гораздо больше, если бы они были королем и королевой. Така, ты поручился за нее? Тогда это все твоя вина. Сэр, помогите! Така, не смей есть моего нового помощника. Ради твоего же блага будет лучше, если ты уберешься с моих глаз, пока я не потерял над собой контроль. Может быть, тебе следует быть осторожным, чтобы я не потерял над собой контроль. Что бы я ни делал, я поступаю неправильно. Иногда он сводит меня с ума. Будучи детенышем, он был таким неуверенным и зависимым. А Муфаса был очень решителен и отчасти власти над ним. Мне всегда приходилось говорить ему, что он должен больше гордиться собой. Муфаса не должен затмевать его только потому, что он будущий король. Но, похоже, он становится все более и более эгоцентричным. Теперь он слишком горд для льва его ранга.